К нам приехала Луна. Все деньги, которые скапливала себе на отпуск, я потратила вот на нее. Вот это она показывает характер. Луна бегает за багетами сирены, а не от нее. Со всего размаха бежит и запутывается в электропатрухе. Матерь Божья. Она какое-то время жила на конюшне и вместе с жеребцом. Беременна лошадь или нет? Всем привет, дорогие друзья! Ну что, вы на канале Рыжего Ферма. У меня сегодня будет интересный влог, который многие ждали давно, про Луну. К нам приехала Луна. Кто же такая Луна и откуда, собственно, она вообще взялась? Вот она стоит на заднем фоне. Дело в том, что в августе, в середине августа, мне скинули объявление знакомое. Молодая лошадь, ей всего 4 года, пойдет на бойню, если ее не выкупить. И мне в моменте так стало ее жалко, что я решила, ай, была не была. И все деньги, которые скапливала себе на отпуск, я потратила вот на нее. Подойди, поздоровайся хоть. Вот и как она красоточка! Приехала буквально 2 недели назад. Она оказалась очень такой спокойной, человекоориентированной, красивой, такой, я хочу тебя прям потрепать. Ну, в общем, ее история, ее раньше звали Буря, но я назвала ее Луной, а потом узнала, что ее звали Буря. И подумала, знаете, новая жизнь, новое имя, поэтому фиг с ней. Она какое-то время жила на конюшне вместе с жеребцом. А это значит, что она, возможно, беременная. И, собственно, это еще один факт, который повлиял на меня, что, ну, как это нельзя резать животное, которое беременное. Для меня это непонятно. Вот, и поэтому, в общем, я ее... Вот, но у людей, к сожалению, нету, знаете, вот этого рентгена УЗИ в глазах. И он не может определить на глаз, беременна лошадь или нет, даже по ее размерам. Вот, поэтому пока неизвестно, но мы скоро об этом узнаем. И как же она приехала в наше хозяйство? Эта девочка классная. Дело в том, что... Как бы вам это сказать, чтобы вы меня поняли. Я боюсь чужих животных. Вот прям вот не до такой степени, чтобы убегать и визжать, как, знаете, девочка. Нет. Я просто с ними, как бы, на расстоянии со стороны посмотрю, как бы, и все. Почему? Потому что неизвестно, что ожидать от другого животного. Правильно? Вот, например, у меня есть спокойная мирная корона, да, которая вообще... Она апатичная такая, ей вообще на все плевать, она стоит, живет, не трогайте ее. Но у меня есть, например, леди, которая немножко с... ну... Ну, в общем, немножко она того. И как бы я ее не боюсь, потому что я знаю, что от нее ожидать. Я знаю, что она сейчас делает, и я знаю, как мне себя с ней вести. Поэтому, несмотря на то, что она страшное животное, оно, да, корова моя, я ее не боюсь и спокойно мы с ней ладим. То же самое багет. Я вот, например, знаю, что, несмотря на то, что лошади легаются, я знаю, что багет у меня точно никого не легнет, потому что у него болят задние ноги. Исходя из этого, я тоже могу много манипуляций, зная, как он себя поведет, зная, что он будет делать и что он может делать. А здесь, как бы, получается лошадь, о которой мы не знаем вообще ничего. Может, она убивает людей, может, она там, не знаю, все что угодно, понимаете, может делать. Мне действительно страшно. Я рассчитывала на то, что приедет к анемозу человек, который в анемозе приведет мне лошадь, ее и выгрузит. Но оказалось не так. Пришла женщина, приехала, она вышла из машины и такая говорит, ну что, иди разгружай, лошадь твоя приехала. А я говорю, блин, ну, может, вы мне поможете ее выгрузить? Я говорю, я не умею, я боюсь. Она говорит, ну, я типа тоже боюсь, я тоже не знаю. Ну, в общем, что, моя лошадь, пришлось вытаскивать ее самой. Мы спустились, и я такая думаю, блин, что сейчас, может, она сейчас у нее начнет вставать на свечке. Ну, не знаю, все что угодно, может быть, побежит, выдерет у меня этот недоуздок, я буду ее ловить по деревне. Потому что лошади, они же сакунишки все равно. У меня, например, багет до усрачки боится детских ватрушек, зимних вот этих вот ватрушек. И если он видит вдалеке эту ватрушку, он в ту сторону не пойдет. А что можно говорить о лошади, которая впервые приехала? Во-первых, у нее стресс-дорога. Во-вторых, она приехала в новое хозяйство, где куча всяких тракторов, машин, животных. И я, ну, абсолютно не знала, когда себя поведет. Мы 40 минут шли, обосрала мне поле, и сразу давай жрать траву. У тебя что, там травы не было? Она только большая вроде, а вроде и небольшая. Я с ней разговаривала, говорила, давай, малышка, пожалуйста, не убей меня. И то, что я стою перед вами тут, жива, цела, говорит о том, что мы благополучно дошли. Ну и, собственно, вот, я ее заселила, стрессанула, конечно, нормально. Господи, вот что и морд. У нее морда, кстати, не как у багета, у нее морда похожа на лосиную. У нас как у лося, немножко такая с горбиночка. Господи, руки трясутся. Она уже хочет лягаться, ее бесит. Я этот, посмотрите, ушел к сирене. Типа нафиг надо вообще с тобой дружить, я обиделся. На следующий день я позвала себе свою знакомую, которая хорошо понимает в лошадях, для того, чтобы мы ее замерили, собственно, что мы сделали, мы ее замерили, осмотрели ее здоровье. 110. Это покой на 125 дамы. Прикинь, она поручащий мой конь. Да? Мне это вообще ни о чем не говорит. Ты так говоришь, прикинь, а я вообще что? Вот, гривая, конечно, бы сейчас ее убрала, бы отрастила бы новую. Да, мы подстрижаемся. Вот это это... Это прям... У Луны говно воняет, не как у багета. Ну, у меня бы даже жилка брала. Такая... Ну, не гастрит, не бойся. Нет. У Луны? Да. Да, потому что у нее кислит. Счастливо. А смотрели ее характер, и... Изабелла мне говорит, ну что, выпускаем на улицу? Я такая сначала думаю, не-не-не, надо ей постоять какое-то время, чтобы она как-то вообще освоилась. А потом думаю, блин, ну если выпускать, то это точно самый хороший момент, когда Изабелла со мной ловить так не одной. Дорогие друзья, позвольте, в этом ролике я прорекламирую саму себя, а именно свои наборы, которые я с такой любовью собирала с мая месяца. Новый год просто моя... Мой самый любимый праздник, это не именно 31 число, а это начиная с 1 декабря, и я верю в чудо, я обожаю огоньки, я обожаю вообще все, что связано с Новым годом. Люблю печь имбирные печенюшки, но очень сложно найти вкусный рецепт. У меня возникла идея, как можно классно сделать такой набор, купив который дети и их родители могут провести невероятно уютные, ароматные, творческие вечера. Презентую вам свой набор, набор для изготовления имбирного печенья, супер вкусного. Внутри есть рецепт, внутри есть открытка, которую я подписывала сама, и пожелания вам на Новый год. Ну и помимо этого есть еще много чего другого. Итак, в моем наборе у нас находится открыточка с рецептом новогоднего печенья. Очень вкусное печенье, здесь пошаговые фото. К 4 вида глазури, это желтое, зеленое, белое, шоколадное. И вот такой вот набор формочек с моими животными. Это лошадка, багет или луна. Мои кролики, которые вечно сбегают. Это лисичка, Василиса или Вену. Коровки. Коровки, ну или кто-то называет их свингами. То есть я вообще их покупала как коровки, потому что мне кажется, что это прям вот корона. Ну может свинг. И, собственно, птичка. Исходя из этих формочек, да, и героев этих формочек, мы и подбирали цвета. То есть шоколадный, белый, желтый. Корову можно сделать белой, шоколадную, пятнышками, как корона. Ну и так далее. Также в наборе идут специи. Это не просто специи, которые можно купить в магазине. Это специи очень хорошего качества. У них аромат просто невероятный. Ну и, собственно, это кондитерские мешки. Очень хорошие тоже. Они здесь с запасом, если мало ли какой-то будет бракован. То есть я прям положила побольше. Ими тоже очень удобно разрисовывать печенюшки. Я создала этот набор для того, чтобы семьи могли собраться в теплом, в своем уютном семейном кругу вечером. Налепить печенюшек, наделать. При том, что, кстати, рецепт невероятно вкусный. И он очень простой. У меня даже Арина сама может спокойно его делать. 8 лет ей, и она легко справляется с этим рецептом. А во время испекания, из-за того, что очень хорошие специи в наборе, аромат распространяется такой, что просто... Ну, это нужно попробовать. Это очень вкусно и просто. И после испекания дети ваши могут разрисовывать эти печенюшки. Просто полет фантазии безграничный. Можно придумывать все, что угодно. Вот, поэтому я вам оставляю ссылочку на него. Надеюсь, он тебе очень понравится. Под этим видео будет ссылка, которая продается на Валдберрис. Количество ограниченное. Ой, красавица, быстро. Все-все, багет активизировался. Ну, сейчас они должны познакомиться. Вчера они хорошо познакомились. Ну, да. Ну, да, она побежала. И багет за ней наконец-то начал бегать. И они так красиво, знаете, с багетом бегут. Прям такие они шикарные лошади. И в какой-то момент Луна, естественно, не знакома с электропастухом. Мы, конечно, ей показали его, но этого мало. И она просто со всего размаха бежит и запутывается в электропастухе. Матерь Божия, я перепугалась вообще. Вот она сейчас и врежется. Стой! Стой! Выключи быстрее, пожалуйста. Вот эти выкрутасы для меня это очень страшно. В этот момент Галла не паниковалась. Ну, да. Я как-то, знаешь, себя так это пытаюсь, что так спокойно. Ну, вы как поняли, я немножко ссыкла. Каких-то непонятных ситуаций я побаиваюсь. Ну, естественно, я их разруливаю, знаете. Мне ничего больше не остается. Вот. Но, собственно, все хорошо. Мы ее распутали, все прекрасно. Теперь она не подходит близко даже к пастуху. Луна бегает за багетом и сиреной, а они от нее. А вот выходит Томми. Томми! Иди сюда быстрее, снежный. Не подходи. Саня, у нас только что смесли пастух, и он не работает сейчас. Он такой пузатик. А ну нахер, говорю. Томми, а ты что, ко мне прятаться? От коня? Сказала, что процентов 90, что она жереба, и даже нащипала, походу, плод. Конечно, ну вообще очень необычно. Это классно. Дальше что мы делаем? Мы, кстати, разобрали амуницию конскую. Попоны начистили. У меня было много всяких попон. От Шерри осталось много всяких уздейчик, всего. Сделали ревизию, все почистили. У тебя есть? У меня у тебя еще есть. У тебя сейчас, наверное, хорошая безопасность, что если ты будешь мякоть, они не соединяются. Так, Бась, Бась. Ой, как красиво сразу, ровненько. Такое вот у нас приспособление, как для пыток. Вот здесь-то. Кандалы такие. Да, да, да. Слушай, блядь. Бась, прости, но... Ну как? А, мне это и надо было. Ага, все, поняла? Не получается, да? Ну, по парту он готов. Все, красота. Готов. Мальчик. Гулять пойдешь? А давай посмотришь, мы посмотрим, как ты сошелись. Да, да, давай его закроем пока. А потом? Ну, он прям ожил. Я давно не видела у него такой интерес, знаешь, вот ко всему. Да, да, да. Ребята, я вам зачем по друзьям-то покупала? Вообще вопрос. Если вы не можете друг без друга вообще находиться. Чего нервничаешь-то? Иди. Гдай мне к своей. Все. Вот она здесь. Все, уже не нужна? Куда-куда-куда? Да, куда-куда. Да, здрасте, ага. Ага, ты ее типа домой заводишь? Фига с дома. Да? А ты что, обижаешь Томми? Теперь багету увели, психует Луна. Хочет выйти. Идите отсюда, а. Хватит тут дежурить. А багет Томми, смотрите, ревно этого покусывает. К сирене не дает подойти. Вот это она показывает характер. Чего-то на свечу не встала здесь. Она встала. Встала? Офигеть. Ну, это вот делать нельзя, когда человек рядом с тобой. Лун, веди себя нормально, ты же женщина. О, ты что такая психологая? Да, смотри-ка. Слушай, ну, слушай, молодец, ай, хорошо. Короче, она прошаренная дама. Она доезженная, да, сейчас скрыгнула. Ура. Потому что она взяла железо хорошо. Ура. Сейчас посмотрим на улицу. У тебя есть кого-нибудь жалко? Нет. Мы даже как-то на одной из тренировок ее попытались потренировать. Что же мы поняли, что она абсолютно не знает корду. То есть кордой, корду ей не давали. Да, корда это что? Это когда длинная такая веревка корда называется. Мы лошадь цепляем, и она нам кругами делает шаг, рысь, голоб. То есть работаем лошадей таким образом. Вот, она не знает, но она достаточно удачно учится. Потому что на втором занятии она уже прекрасно корду сделала. То есть лошадь умная, она молодая, ей всего 4 года. Я, кстати, хотела, чтобы мне еще и сирену обучили, видите? А она сама. Ай, прикол. Молодец, сирен, молодец. Спорт — это жизнь. Рысь, давай. Рысь, оп. Рысь, оп. Давай. Хорошо. Хорошо. Давай, давай, давай. Рысь. Давай, давай. Багет сразу такой свалил, типа, не-не, я в курсе, что это такое. Давайте, до свидания. Ходит, обходит стороной. Видят. Мошенники такой анавиженный тоже. Что на меня надели? Я, знаете, Луну уже не боюсь, но я все-таки считаю, что, знаете, профессионал должен. У меня нет опыта ни работы с лошадьми, вот именно, которые не обучены. Я непонятно, обучены ли они. Как ей сейчас зайдет? Не зайдет, я даже, если честно, просто боюсь. Я-то, мне кажется, смогу убежать из сычей. Боюсь ей навредить. Пойдем. Идем все вперед. Ходи. Стой. Хорошо. Стой. Нет, все, она за мной теперь идет. Стой. Стой. Хорошо. Скажи, фиг вам. Корду мы сделали. Единственное, что у нее надрючено, чтобы мы поняли, это то, что при любой непонятной ситуации и при любом... Вот так вот она делает свечу. То есть при любом поднятии либо бича, либо руки она делает свечу. И, ну, то есть видно, что у нее это вот поставлено. В общем, лошадь хорошая, спокойная. Ей очень комфортно. Она постоянно валяется, она чувствует себя прекрасно. Она уже освоила за две недели, уже там вот огоняет кого-то. Вот. Хвостика уходит. В общем, чувствует себя прекрасно.